Итак, дамы и господа, приветствуем вас в новом сезоне наших лекторий «В шаг в сторону». Рады видеть всех и постоянных посетителей, и новых, новые лица. Сегодня перед вами выступят четыре лектора. Первым будет Сергей Качковский, один из наших постоянных лекторов, исследователь, переводчик, финансист. Вот. Напоминаю всем, кто еще не успел выключить мобильный телефон, пожалуйста, сделайте это сейчас. Итак, мы начинаем. Всем привет. Сразу отмечу следующее. Говорим о Ветхом Завете, богословием мы не занимаемся. Богословие – это продукт философского мышления, абстрактного мышления, продукт осевого времени, как его назвал Карл Ясперс. Это время, в котором мы сейчас живем, и которое нашло впервые такое наиболее яркое выражение примерно в VI веке до н.э., когда сразу во многих цивилизационных центрах, независимо друг от друга, начался вот этот скачок развития абстрактного мышления, философии. Ну и в дальнейшем это нашло свой пик выражения в том, что мы знаем, как религии. Легенды и предания, о которых мы говорим, они отражают другой тип мышления. Он более конкретно предметный, даже, можно сказать, материалистический. Это всегда вопросы, из чего сделано, сколько весит, а что ты мне дашь, а кто сильнее и тому подобное. Главные ценности этой эпохи до осевой – это сила во всех ее выражениях и, наверное, хитроумие. Ни мораль, ни нравственность, ни духовность – об этом, в общем, это на втором плане, если оно и присутствует. И Ветхий Завет по многим признакам, если он рассматривает как текст, а не его интерпретация, оно относится именно к до осевой эпохе, которую я сейчас вкратце охарактеризовал. Следующее, еще одно замечание. Когда Андрей Скляров писал свою работу «Яхве против Баала», исследование американских археологов в Северной области Мертвого моря, в районе Тель-Аль-Хамам, оно еще не было завершено. Сейчас уже есть, можете почитать, научную статью, там более десятка авторов, коллективная статья со снимками, с измерениями, с анализом. Там был взрыв, мощность оценивается в тысячу хиросим, нет никакой воронки в эпицентре, то есть это воздушный был взрыв, все засыпано солью, почва отравлена на много лет вперед. То есть событие было, описано в журнале Nature, опубликовано, можно почитать. То есть событие было, датировали его 1650 годом до нашей эры, и когда я буду какие-то соответствия упоминать библейских событий и вроде как всем широко известных историкам фактов, которые описываются, я буду от этой даты отталкиваться, но за неимением чего-либо лучшего. Это в качестве вступления. Для тех, кто еще сомневается, что Яхве, ветхозаветный бог, был вполне себе живым и телесным, просто несколько хотел отрывков привести, ну не отрывков, а примеров, скорее. Во-первых, в тексте описано, что минимум 74 человека видели Яхве лично. После подписания договора, завета, скрепления его кровью, он позвал вот этих людей к себе на гору, там они ели, пили, хорошо проводили время, в общем, общались. И его видели, его видели, но почему-то, знаете, не так уж сильно это впечатлило очевидцев. Их внимание было скорее приковано к какой-то диковинной фурнитуре там, или на чем он стоял, что-то такая изысканная вещь, сделанная из лазурита или сапфира. Вот, в общем, осталась история вот обо вот этой вещи, а само вот присутствие живого бога, ну никто не написал там, какой он был прекрасный, или какой он был ужасный. Видимо, ничего такого сверхвыдающегося в этом событии почему-то не было для очевидцев. Дальше, что я хотел отметить, это подробнейший свод санитарно-эпидемиологических правил, которым две книги почти посвящено Ветхого Завета, который оставил Яхве. Я согласен, что они обеспечивали безопасность избранного народа, в том числе, в первую очередь. Но, однако, Яхве в конце говорит, что если вы будете соблюдать все эти правила, не только эти, конечно, там еще же этого приношения и так далее, будете соблюдать эти правила, и тогда я построю свой дом среди вас, ну, буду среди вас ходить, я там буду вашим богом, вы моим народом. То есть он просто сказал, что он поселится среди людей и будет с ним, если они будут вот это все соблюдать. Да, то есть, и есть там косвенное указание, что это именно для безопасности его тела, в том числе. Вот, не буду на него сейчас останавливаться. Повышенное внимание к запахам. Вот он весь в запахах. Это сжигание постоянно жира, вот это, с ладаном, которое его успокаивало. Это ежедневные курительные смеси сложные, зажигать должны были у него. Это ароматические, сложного состава мази, которые обязательно нужно было для него изготавливать, редкие. И вот это все связанное с запахами, очень так ярко присутствует во всей этой истории. Ну и в конце концов, а зачем Богу нужно брать девственниц в качестве трофея по результатам победы какой-то военной? Ну, упоминается случай, когда ему преподнесли 32 женщины, которые не знали мужеского ложа после победы на очередным противником. Ну, не знаю, в принципе, понятно, наверное, зачем они были нужны. Есть возражения, конечно, опять же, гигиенического характера, что, наверное, сложно было в походе обеспечить необходимый уровень чистоты этих особ. И, может быть, он там не непосредственными пользовался. Ну, в общем, это уже вопрос рассуждения, интерпретации. Ну, записано, что он получал женщин, девственниц в качестве военного трофея. Лично Яхве. Яхве у нас ветхозаветным богом считается, и поэтому буквально пару слов о самом Ветхом Завете. Редко кто из исследователей вообще не отмечал очень тесную связь Ветхого Завета с шумерскими легендами и преданиями. Фактически все первые главы книги Бытия являются в той или иной степени версиями шумерских преданий. И отсюда возникает такой, наверное, логичный вопрос, а может ли быть Яхве, ветхозаветный бог, каким-нибудь шумерским божеством? И Библия нам помогает немного в этом вопросе. Как известно, история Авраама, семья Авраама, то есть первого человека, который заключил договор с этим богом, начинается в шумерском городе Ур. Его отец Фара был храмовым работником, а это значит, что подчинялся он непосредственно. То есть храм – это что, дом бога? Соответственно, непосредственно подчинялся этому городскому богу. А кто городским богом был в Уре? Это был лунный бог, бог луны, Нанна или Син. С Клярову было предположение, что Фара мог что-то похитить в Уре, и ему пришлось срочно бежать. Но смотрите, что получается. Бежит он куда? Бежит он в город Харан. И это совершенно неразумно в таком случае, потому что Харан – это второй, хотя в то время даже уже первый, по значению город все того же лунного бога Сина. Это либо такое изощренное издевательство с риском для жизни, либо, как я предполагаю, что Фаре отдавал приказание именно Син, и он просто перевел его из одного своего города в другой. И плюс они там еще жили достаточно долгое время, пока Фара не умер. То есть Яхве в этой истории вполне себе походит на самого Сина, или на Нанну, как его еще называют. У Яхве был план по завоеванию непокорных областей Ханаана. Там какие-то обосновались боги, о которых мы… Никакой памяти практически не осталось, кроме того, что они мерзкие, они делали мерзости, они думали мерзости, и все, кто с ними был, они все… Ну, вообще все мерзкое. Ну, и они ели детей, ну, не ели, а сжигали их. Для того, чтобы свой план реализовать, он наделяет Авраама таким впечатающим имуществом, и делает это за счет египетского фараона, что очень странно. Я не знаю, с каким-то миллиардером вышел Авраам или мультимиллиардером из Египта. Ну, на это состояние вполне себе можно было в Ханаане очень хорошо развиваться, развивать, покупать необходимую недвижимость, там, склады какие-то организовывать, разведывательную сеть и так далее, и так далее. Ну, мы не знаем, чем он там точно прям занимался, так подробно это не описывается. Почему в Египте, почему фараон просто поднял лапки, что называется, отдал вот все, и где были египетские боги, и были они ли вообще, как такое вообще могло произойти, и не было ли влияния этого лунного божества Сина, в том числе и в Египте. Перед вами как раз египетский лунный бог с красноречивым именем Ях, также Хонсу и Тодд. Ну, там различия какие-то есть определенные, но никто толком их не понимает, и зачастую рассматривают это как одну и ту же фигуру. Вот, что бросается в глаза, помимо вот этого головного убора, рогатого. Рога – это как у Шумеров тоже, вот этот полумесяц лодочка лежащий, изображается, отсюда ассоциации с быком, вот это вот все. Но у него на виске, если видите, такая длинная косичка. Называется юношеский локон. Собственно говоря, символ юности в Египте. Ну, я бы назвал это пейсами, конечно, еврейскими. Ну, это как бы отдельная тема для обсуждения. А она символизирует все-таки вот эту вот юность, как-то подчеркивает. И что интересно, если читать шумерское предание, оно называется, по-моему, «Энки и мировой порядок», там разные боги упоминаются. И син почему-то, почему-то его называют юным тоже. Вот, такое первое совпадение есть. Юный син, причем у него тогда уже была взрослая дочь, замужняя, но все равно его почему-то называют юным. То есть у шумеров вот этот аспект почему-то тоже отмечен. Но, по-видимому, этого не совсем достаточно, наверное, чтобы какую-то более надежную связь установить. Поэтому нам придется перебраться на остров Сардиния, где жили пираты, грубо говоря, шарданы или нураги. Долгое время считалось, что там вообще никакой развитой культуры не было, ничего толком не было на Сардинии. Но в 70-е... А, не письменности, не монументальной скульптуры, то есть, ну, никакого внимания особо не было к этому острову. Но в 70-е открыли двухметровые статуи, названные гигантами Монте-Прама. А не так давно нашли там порядка сотни или больше скоробеев таких типа египетских местного производства, преимущественно, испещренных надписями и изображениями. Надписи все носят культовый характер, и в центре этого культа, как вы понимаете, ях. Вот. Вот, например, изображение шерданов, воинов. У них такие характерные шлемы рогатые с какими-то набалдашниками. Ну, мне кажется, мы недавно только что что-то похожее видели, да? Похоже на некоторое, некоторого рода подражание. Не знаю, может быть, мне одному так кажется. Вот. Это такой один из признаков. Вот как раз те самые гиганты Монте Прамо, которые я упоминал. Обратите внимание на вот эти косички, опять же, у них на головах, да? Причем это именно косички, да? То есть это, скорее всего, волосы, не какой-то элемент головного убора, потому что головного убора иногда просто-напросто отсутствует. Вот. То есть у нас какие-то с пейсами персонажи в этих рогатых шлемах с круглой, вот этой как бы луной. А вот. То есть, в принципе, ну и не говоря уже о том, что полным-полно надписей, посвященных Яху, прославляющей Яхо и так далее. То есть сардинские пираты имели такой локальный культ, чуть ли не монотеистический, наверное, вот этого самого египетского Яха. Ну, хорошо, скажете, допустим, шарданы поклоненно служили вот этому Яху египетскому. Причем здесь Яхове, да? У нас есть такая статуэтка, тоже с Сардинией. Сразу бросается, наверное, в глаза вот эта вот штука на голове, круглая. На ней надпись, означающая святыня. Святыня – это не то, что сейчас для нас святыня, да, вот в нашем абстрактном мышлении с вот таким вот багажом многотысячелетним, вот этих всех абстракций и философских построений. Святыня в Древнем мире означала буквально имущество Бога, не трогай, убьет. Вот это вот значит святыня. И что неожиданно, мы открываем Библию, книговый исход, да, и читаем, как Яхове велит сделать для священника золотую полированную дощечку из золота и написать на ней святыня Господня. Эту самую табличку священник носил на голове. Как она там крепилась, на нее не описано, вот, но на статуэтке, кстати, это можно посмотреть. Какая-то совершенно странная на мачте спутниковая тарелка, я не знаю, у нее там на голове, привязанная к спине, там, как-то одежда закрепляющаяся и так далее. Вот, то есть мы видим, ну, по сути, это единственное скульптурное изображение ну, реально еврейского священника, наверное, найденное на Сардинии. А сзади там еще на статуэтке надписи «Ях ответил». И мы-то сразу вспоминаем историю с Давидом, когда в сложной ситуации ему нужно было связаться с Яхове, а для этого нужен был священник, который должен был ему принести Ефот. Пока я священник Ефот не принес, никакого вопроса задать Яхове нельзя было, никакого ответа получить тоже нельзя было. Вот, принес Ефот, все, спросил, ответ получил. Опять же, вторая отсылка к библейским мотивам здесь. Поэтому, с высокой степенью вероятности, если судить по вот этим фактам, можно вполне ассоциировать египетского Яха с Яхове. Ну и от меня как бы последнее на эту тему добавление. У Яхове был один из опорных пунктов, это Синайский полуостров, пустыня Син, гора Син. Вопрос, конечно, дискуссионный, но многие исследователи относили, да и сейчас относят, говорят об этимологии этих топонимов, что они восходят именно к имени того самого лунного бога Сина. И вообще-то именем Яхове ветхозаветный бог впервые представляется Моисею. Почему? Я думаю, просто потому, что Моисей был египтянином, новость он должен был донести до египтяна, и египтянам вполне себе хорошо понятно, кто такой Ях. И менее понятно, кто такой Син. поэтому вот такие вот соображения на этот счет. В Египте Авраам, вот он готовился в Ханане, делал свою работу, потом он умирает, и где-то лет через 20 в Египте приходит к власти лунная династия. Впервые, да, и почитание лунного бога достигает невообразимых вообще высот. Ях, Хонсу входят в Фиванскую триаду, наиболее почитаемых в Египте богов строятся вот эти храмы, фараоны все, у них там Яхмос, Тутмос, жены у них там Яхмес и так далее. Вот. И где-то при Тутмосе третьем уже получается и Египет достигает такой мощи, что вот еще буквально чуть-чуть и все, империя в кармане. Все побережье подчинили, в Египте хорошо власть держится и так далее. Но вдруг почему-то все рушится при Эхнатоне, по каким-то причинам он вообще отказывается фактически от внешней политики, постепенно утрачивается контроль над ключевыми регионами, он насаждает вот этот какой-то культ непонятного диска Атон. Ну, считается Солнце, ну, скорее всего, да, это Солнце, ну, например, там, серебряный Атон, это Луна, да, вот. И, ну, в принципе, возможно, может быть какой-то противоречий между культом Солнца и Луны, хотя они параллельно в правлении Лунной династии возвеличивались. И если мы, например, обратим внимание на шумерскую божественную, так сказать, генеалогию, то мы видим, что солнечный бог Уто, Шамш, он просто, она просто син, лунного бога, и поэтому, ну, а что такого, как бы, и меня чествуют, и моего сынишку, может, там, под управление несколько египетских гномов потом передать, ничего плохого в этом нет. из-за чего вообще весь этот сыр-бор? Понимаете, когда Авраам уходит из Ура, когда он покидает Ур, вот эта область и сам город Ур находятся в стадии глубокого упадка. С севера приходят Амарии, они основывают достаточно сильную структуру с центром Вавилоне. Восстание Ура против Вавилона заканчивается плачевно, стены города разрушены, город сам разорен, закрыты школы песцов, и шумерский язык постепенно начинает превращаться в мертвый. Ну, и в других городах как бы тоже там судьба незавидная. Короче говоря, Авраам уходит из Ура тогда, когда там, по сути, делать уже и нечего. И вся эта область приходит в упадок, нужно что-то с этим было делать. Харан, который находится вот выше там, да, на торговых путях, наоборот, хорошо, хороший город, известный, древнейший, всегда он был городом Сина, торговый город, сильный, у него там, наоборот, был подъем. Поэтому ничего странного я не вижу, что Син перемещает семью Авраамов в другой свой город, который на данный момент как бы более перспективный, вообще неизвестно, чем там все дальше закончится, нужно что-то предпринимать. И вообще, поначалу, вот, благодаря вот этому Аврааму, вот этой лунной династии египетской, у Яха получается достаточно хорошая позиция. У него плаздарм в Египте, с помощью Египта он влияет на все вот это побережье, а это вообще нерв всего древнего мира, потому что аграрные государства, Египет, Месопотамия, они очень сильно зависят от торговли, а тем более обеспечение богов, да, вот этим всеми, там, медные вот это все жертвенники, посуда, вот эти все мази, там, курева, всевозможные там какие-то изысканные вещи, ну, а как это все торговлей обеспечивается? И если у тебя торговля не под контролем, если у тебя вот эти города, которые там находятся, они нагуляли жирок, если они сильные, они не хотят тебя слушаться, тем более, а что тебя слушаться, у тебя там твоя родина уже все там загибается, перспективы непонятны, зачем им какой-то Син, зачем им какой-то Яхве, они сами себе на уме, у них прекрасно, у них уровень жизни, их уровень жизни их населения был высоким, и, ну, по всей видимости, гораздо выше, чем в Месопотамии, и даже выше, чем в Египте, то есть им вот эта вот вся история не нужна была, ну вот, но у Яхве вот появился плацдарм в Египте неплохой, Египет влиял на торговые города, подмял, к большому счету, вот это все побережье в значительной степени под себя, пираты, те же шарданы, да, пиратами можно влиять на морскую торговлю, тоже достаточно удобно всегда это делалось, вот, и, казалось бы, все, империя в кармане, да, но тут главный, значит, регион, Египет дает трещину, там, начинается какая-то неразбериха, какие-то реваншисты там рвутся к власти, там, военные, еще что-то, вообще непонятно, что будет, умирает этот Иосиф, который сановником в Египте был при Тутмосе, третьем, то есть покровитель евреев, по большому счету, неопределенность очень высока, если Египет, в Египте неразбериха, все побережье выходит из-под контроля, они больше никого не будут слушаться, потом еще следующие династии, вот эти, которые пришли на смену лунатикам, они шарданов громят, вот, подчиняют их, то есть у тебя на море нет преимущества, у тебя в Египте нет преимущества, у тебя остается разруха в твоем основном регионе, у тебя остается пустыня на полуострове Син, ну и один город у тебя хороший Харан, что с этим делать, все, это начало конца, поэтому Яхве принимает единственное верное решение вывести срочно всех своих людей из Египта, организует им интенсив военный, массированную пропаганду, вот это вот натаскивание, вот это все, там, мерзость, мерзость, военальное истребление, они резали там всех женщин, детей, когда надо было по приказу Яхве, вот, ну то есть, а что было делать, это все, это последний шанс, последний шанс нанести мощный удар в самое сердце, да, все-таки добить вот этих своенравных там всех богов и их слуг, и таким образом, только таким образом можно было, по сути, хоть какое-то влияние сохранить. Дорогие подписчики, те из вас, кто интересуется расследованием реальных фактов и поиском правды, знают, что во всех областях науки существуют белые пятна, о которых наука молчит. Медицина и здоровье не исключение, поэтому открытие всегда происходит вопреки, а потом на основании фактов меняется сама парадигма. Ярчайшим примером сегодня выступает отечественное изобретение синтезит железа. Этот модифицированный минерал, в отличие от любых других добавок, не только компенсирует железодефицит, но и восстанавливает все параметры крови, ее текучесть, насыщение кислородом, холестерин, глюкозу и другие анализы. Кроме того, синтезит способствует увеличению количества стволовых клеток и не имеет токсических эффектов. Быстрому действию синтезита на здоровье и энергию нет аналогов в мире. Переходите на ресурсы синтезита, читайте около 10 фундаментальных научных исследований на сайте, смотрите более 400 интервью с врачами, известными спортсменами и обычными людьми, кому синтезит помог восстановить здоровье или улучшить качество жизни. Доставка есть во все страны. Все ссылки в описании. Ну и тактика у него, он же носил не только, он носил удар еще по самим богам, да, с тем, кто из его рода, как бы, ну может, я не знаю, просто там могли быть боги какие-то другие, вот, но вроде как они были все одного вида, антропоморфные, вот. Яхве, конечно же, вот эти устраивают известные погромы, божественные инфраструктуры, так скажем, этих жертвенников, всех других богов. очень долго пытались и до сих пор пытаемся понять, зачем вообще все эти жертвоприношения, как они использовались, поднимали различные источники, и на удивление пока что нашли все-таки хоть какие-то пояснения в индуистских источниках, ведических, да. В индуизме жертвоприношение животных, которые, ну вот как раз нужны были Яхве в том числе и так далее, относятся к ритуалам Сомы, а Сомы – это опять-таки лунный бог, только уже индийский, да, ну и одноименный напиток, не знаю, какого там состава. Вот, причем совпадение, то есть в ритуалах Сомы индийских точно так же очень большую роль играет вот это сжигание жира и очень важная роль отдается на Волунию. И единственное место, где хоть какое-то объяснение дается, что там происходит. Короче, боги используют каким-то образом Луну, она, как они пишут, в полнолунии, она, получается, входит в воды и растения, ну не знаю, может, свет там Луны или что-то, входит в водорастения, потом животные травоедные вот это вот все едят, и когда наступает на Волунии, нужно срочно начинать вот эту лунную гонку, забивать этих животных, и из этого каким-то образом получается то, что называют пищей богов, которые, по всей видимости, дают им там бессмертие или не знаю что. Вот. Картинка из кодекса Борджи, это вообще Америка, вот человек что-то ест, из него там, боюсь представить, что из него там выходит, но оно канализируется прямо на Луну. Вот Луна, вот так мы видим, мешка с зайцем каким-то там, да, изображается, мецли, зайц, не знаю, у меня зайц этот очень раздражает, ничего не понятно, почему заяц, в Америке заяц, у китайцев заяц на Луне, а у индусов заяц на Луне. Какое-то объяснение вот в этих Шатопатха Брахмана давалось, я ничего не понял, поэтому просто вот запомните, заяц есть. И тоже, да, то есть через питание что-то из человека выходит и собирается на Луне. А это китайский заяц на Луне там вот это вот бессмертие там какой-то толчет, создает. Вот. Это тактика. Яхве, она на самом деле не уникальная, в индуистских текстах там тоже были персонажи, которые такую тактику использовали. Ну, поскольку Яхве и Луне божество, наверное, у него были какие-то преимущества в этом вопросе. И вопрос еще, а Яхве был такой сам по себе супергерой, герой-одиночка, который вот сам все решил, сам все сделал и спланировал, и реализовал. Скорее всего, нет, потому что, ну, во-первых, мы сразу вспоминаем, как он привел Авраама к Мельхиседеку. Мельхиседек, он был священником не Яхве, он был священником Элеона. А Элеон – это Всевышний, как Верховный, Верховное божество. Да, это тот, кто земли раздавал и так далее. Вот. И в Ветхом Завете вот есть Псалом 81-й, и там вот этот Элеон, то есть Верховный, он вот с гневной речью выступает, говорит, вы там, боги, вы там все делаете неправильно, управляете плохо, основания земли колеблются. Но я думаю, с основанием земли все в порядке. Скорее всего, расшатывалась власть самого этого Верховного Бога и его потомков. Вот. И он им грозит, да, вы боги, но вы умрете, умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. А в конце идет призыв восстань Божия, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Кто у нас в Ветхом Завете восстал, кто у нас всех судил, кто у нас все наследовал, ну, известно, кто, повторять, наверное, смысла не имеет. В шумерских текстах есть вот гимн, посвященный Нане, Сину, да, там говорится, что величественное собрание, то есть собрание богов высших, да, даровало ему статус Энлиля, то есть его отца. То есть, в общем-то, этот Син, он был принцем, который вступил в права наследования. Другой вопрос, что наследовать уже было практически и нечего, и доказывать свои права хоть на что-то в этом мире приходилось известным способом, да, и, да, и вот как бы «Нанна, твое удел превзойти богов Ануна», то есть анунаков, дингиров. И в Египте тоже в текстах пирамид встречается такое описание именно гневного бога лунного, здесь его называют Хонсу, но это как бы Ях, Хонсу, и тот, как я упоминал, это все лунные божества, возможно, какие-то различные там зоны ответственности обозначались таким образом. И в этом тексте он действительно устрашающий, вот он режет глотки богам, потрошит их и говорит о приспешнике богов, будьте очень далеки от меня, ибо Ях, Хонсу, который посылает гнев владыки владык, то есть, опять же, он посылает гнев высших богов или верховного бога. Я убийца среди вас, вот что говорит египетское лунное божество текстов пирамид. То есть, да нет, скорее всего, это не какая-то частная единичная инициатива, это попытка была шумерских богов каким-то образом все-таки сохранить свое положение, и юный наследник, в общем-то, ему пришлось для этой цели предпринять все, что он предпринял. Соответственно, у него помощь, соответственно, была и поддержка со стороны высших и так далее. Интересно, что, когда евреи уже подошли к Ханаану, то есть, прямо перед вторжением, это 1200 год, получается, это как раз рубеж, который историки называют катастрофой бронзового века. Это загадочный период истории, когда вся древняя цивилизация просто рухнула, вся экономика, вся торговля, культура, пропадает местами письменность, разные десятки и даже сотни сожженных городов, вот эти бродяги толпами ходят туда-сюда, какие-то стычки. Да, называют разные причины, я думаю, при желании можно в любой период истории практически все те же самые причины назвать, но произошло просто полное обнуление цивилизации. Египет еще как-то там барахтался какое-то время, но потом тоже накрылся, а вот весь регион ничего не осталось, ничего не осталось от старой культуры вообще. И спустя вот эти несколько сот лет началась вот эта наша эпоха, осевое время. Опять пошел какой-то подъем вот это развитие сознания, философии, религии и империи нового типа. Опять же, это тоже непонятное совершенно явление, его тоже надо объяснять. Ну, оно есть, оно известно, и предшествовали ему те события, о которых мы говорили. Я не говорю, что Яхве и евреи просто всех замочили, грубо говоря, да, и потом строили что-то совершенно новое на этой платформе. Ну, а кто знает, да, почему. И самое главное, стерта память напрочь. Мы не знаем ничего про эти богов, которые там были практически, что там происходило. Новости об этом периоде вообще очень отрывочные. Историки из греческих мифов пытаются как-то сложить события, которые в этот период проходили, в том числе. Вот, большой дефицит информации. Вот, а уже в новое время, в осевое время, мечта Яхве сбылась в империи Ахименидов, персы. Ну, вот, они достигли всего, что, все, что было нужно, объединили все эти земли в полноценной империи. И странно, что персом являлся какой-то Ахура Мазда, который вел очень знакомую риторику, и почему-то за его спиной опять маячил все тот же знакомый нам Син. Но, это уже история совершенно другая, отдельный разговор большой, и там много неоднозначного, но признаков много, достаточно много интересных, ярких, что деятельность Яхве продолжалась и в этот период, хотя сколько лет прошло, может быть, это был уже не он, а какие-то его продолжатели, но тем не менее. Ну, как я говорил, на самом деле не удалось все-таки найти этого Баала, какого-то главного противника Яхве, с которым он соперничал. Баалов было полным-полно. Это любой бог какого-то города, какой-то области, он Баал, он господин, можете назвать боярином. Это слово боярин прекрасно и созвучно, и по смыслу похоже на этого самого Баала. Все, что нам осталось, это вот эти уродливые идиотские картинки, которые больше на сатирический журнал похожи. Слушайте, они были совершенно нормальными человекообразными или даже людьми, я не знаю, кем были эти боги. А вот это все, это понятное дело, что это просто издевательство, называют демонами, какими-то силами сверхъестественными, еще что-то. Это просто шутка, друзья. Единственное, только про Вильзевулу немножко в Ветхом Завете можно узнать. у него был город Икрон, один из городов филистимлян, достаточно такой известный. И Вильзевул был как бы в нем хозяин, ну, конечно, называют повелителем мух, но это, конечно, бред, скорее всего, полнейший, никаких мух там не было. А Вильзевул славился тем, что в его владениях была хорошо развита медицина. И даже когда еврейский царь Охозия Охазия Яхун, то есть поддерживаемый Яхом имя переводится. Кстати, очень часто имя Яхве для того, чтобы поместить его в какие-то имена, типа Илья, Илья, Охозия, Осия, ну, и всевозможные там другие, или там в каких-то словах вроде Аллилуйя, оно обрезалось до короткого своего варианта Ях, да, ну, наверное, это не очень вежливо, да, обрезать имя всемогущего Бога для того, чтобы поместить его в именах каких-то смертных, вот, что может говорить в том числе о том, что Ях вполне себе подходящее нормальное имя для него было. Ну, вот, так вот, этот царь, который служил вообще-то Яху, Яхве, он сильно пострадал, то ли из окна выпал, то ли еще что-то, и отправил ангелов, ну, или гонцов к Вильзевулу, чтобы понять, ну, как вылечиться, возможно ли, нет, чтобы он ему помог. Ну, и разумеется, он был за это казнен, потому что, ну, ты вообще-то не Вильзевулу служишь, ты должен к Яхве обращаться, странное было действие, и получил царь по заслугам за это, вот, но смысл в том, что, да, Вильзевул был, да, вот, вот, город, там была хорошо развита медицина, и разные там люди из разных народов, цари там, даже, могли вполне себе к нему обращаться за лечением, вот, и, кстати, когда Иисус демонстрировал успехи в этом деле, его там пытались улечить, что вот он силы Вильзевула использует, и так далее, ну, там, как обычно, весьма находчиво им ответил, так что, если что-то болит, не идите в аптеку, обращайтесь к Вильзевулу. Вот, это было, наверное, в качестве послесловия, в общем-то, я, наверное, основное все рассказал, есть какие-то вопросы, есть, давайте, задавайте, спасибо. Спасибо. Так, вопросы, ага, вижу, сейчас, потом, ладно, сейчас секундочку ждем камеру, как бы тут пробраться, да, лучше будет, если вы выйдете, сейчас, секундочку у нас камера, ну, можете, в принципе, здесь. Да, спасибо большое за лекцию, хотел такой момент уточнить, задать вопрос. Дело в том, что вот, когда читаешь книги Андрея Юрьевича по поводу Баала, что сначала он помогал, потом он не помогал, потом он улетел на свою планету, поэтому его не было, потом, не знаю, идут какие-то дальнейшие совершенно телодвижения, которые, вроде бы, к Яхве отношения не имеют, и как будто бы его уже больше нет. Возникает вопрос, может быть, вот сейчас Дмитрий Павлов отправился искать Атлантиду, вот, может быть, после Атлантиды, после гибели некой цивилизации, оставались, условно говоря, ну, какие-то представители этой цивилизации, может быть, обученные ими люди, жрецы, там, и так далее, и артефакты. И фактически вот некая такая борьба происходила между владельцами этих артефактов, то есть это и Египет, это и евреи, это и там все остальные, вот, а все остальное, что описано в Ветхом Завете, может быть, это просто описание исторического процесса, то есть некие жрецы, например, они использование своих артефактов, своих людей, вот они их собирают, но, сказал там, не знаю, Яхва, например, может быть, может такая ситуация быть, то есть без богов, без того, что кто-то прилетел, но вот осколки какой-то цивилизации идет, после катастрофы цивилизации, там, постепенной, или с некими ухудшающими, какими-то рвущимися движениями деградация общей цивилизации, и в процессе этого возникают какие-то процессы войны, там, оставшихся территорий, каждый из которых там, например, демонстрирует своего какого-то бога, в честь которого он воюет, и пишет историю того, как он воевал, но, естественно, иными словами, да, то есть не в прямую. Спасибо. Ну, это сейчас происходит, да, конечно, все может быть, мы-то пытаемся хотя бы прочесть более-менее внимательно и понять то, что написано, и как-то соотнести с известными фактами, а то, что-то могли быть люди, там, просто, и все, ну, вполне возможно, какие-то остатки, ну, артефакты, просто, что вот, имеется в виду под ними, какое-то оружие или какие-то еще ништяки, понятное дело, что после богов это осталось, понятное дело, что у них были приближенные, которые какие-то знания сохранились, и знания в области управления людьми, и знания, может, о местоположении каких-то важных объектов, тех же артефактов и так далее. Конечно, это все сохранилось там в каких-то орденах, не знаю, в каких-то закрытых группах, и, может быть, даже сейчас у них там находится что-то такое, что же не работающее, но находится. Но настолько история не изучена, что я все-таки не допускаю, что все-таки могло быть божественное вмешательство и в этот период. Да и тем более, ну, посмотреть на евреев, они так напуганы, что 3000 лет ждут все-таки, ждут, ждут, когда наконец-то он явится, и они покажут, что вот мы все подготовили, мы делали, как ты сказал, и, то есть, на всякий случай стоило бы, да. То есть, там похоже, что все-таки какое-то впечатляющее явление там присутствовало. Вот, поэтому я бы не рассматривал это просто как какую-то придумку, изобретение людей, хотя, конечно, и религии создаются, в том числе, там, спецслужбами и так далее, для управления какими-то народами, регионами и так далее. Вот, это известные как бы факты. Но, я все-таки склоняюсь к тому, что что-то там все-таки божественное некое присутствие там было, тем более, у нас такие непонятные слепые пятна в истории, говорю, да, вот это катастрофа Боронзового века, потом вот эти темные века, потом вот этот совершенно непонятный скачок сознания, чем это все было вызвано, я думаю, что все-таки какой-то фундамент вот этот был, был, и были боги, и было у них все, что необходимо, ну, а потом, конечно, да, потом уже люди могли сами по себе, пользуясь тем, что у них осталось, сохранилось, да, вот, выстраивать уже, опять же, в подражание, да, тем же богам, то, что мы сейчас имеем на данный момент. Следующий вопрос. Сергей, спасибо за лекцию. У меня вопрос по символизму. Вот в начале своей лекции вы показывали нам изображение, то есть символически, вот не рассматривали такие моменты, что вот эта символика, чем-то, скажем, вернее, из нее есть переход к православным нимбам на иконах или на мусульманских изображениях полумесяца со звездой, которые мы, скажем, видим сейчас. Есть ли вот этот какой-то отсыл, который проходит через века? Да, конечно, должна быть такая отсылка. Ну, символы вы имеете в виду полумесяц или вот это, да? Да. Ну, конечно, это все взаимосвязано, тоже христианство, оно же и иудейские корни имеет. Вот, мы увидели, что там, простите, главным был лунный бог, у них лунный календарь, потому что жертвоприношение привязано к лунному движению, да, к лунным фазам, у мусульман тоже самый лунный календарь, у них тоже все это очень важную роль играет. Ну, и плюс Коран, он там во многом, даже преимущественно основан все-таки на Ветхом Завете, да, на иудейских преданиях. Ну, конечно, там споры, кого правильнее и так далее, но это все оттуда. И даже там, например, какой-нибудь символ рыбы, который вот Христу приписывают, да, у него там в том же Шумере есть тоже свой аналог, но рыба это является символом бога Энки, одного из старших богов, который, в общем-то, как у них считается, обустроил всю землю, все дал, как бы условия, все знания, вот, и его символ как раз была рыба, и вот этим, его советники Абкалу, да, они тоже там в каких-то странных рыбных костюмах изображались, вот, и они учили людей на земле, они им передавали знания, как и что делать, вот, и как вавилонский вот историк написал, что с тех пор больше ничего нового придумано не было, и запретено, вот, и, возможно, до сих пор ничего нового не запретено с тех пор, вот, поэтому символизм, он прослеживается, единственное, конечно, вот эта вся символическая история, это все к новому времени относится, да, в котором мы сейчас живем, вот, начиная с, там, шестого века, где до нашей эры, вот это пошла вся символизм, абстракции, и уже, конечно, очень сложно разобраться, потому что наслоения такие, вот этих всех построений, древние предания все переработаны были, вот, под вот этот символически образную какую-то логику, да, и там уже просто зачастую вообще не разобраться, что на самом деле изначально имелось в виду, вот, то есть тут, конечно, искажения огромные пошли, вот, но какие-то вот базовые символы остаются, тот же вот двуглавый орел, например, на гербе, это символ шумерского бога Нинурты, Нинурты, это земледелие, и военная мощь, он владел супероружием, как у Индры, как у Зевса, изображается одинаково везде, вот, и у нас вот на гербах сейчас государства, вот эти все орлы там, у Америки орел, у нас орел, у немцев орел, вот, у китайцев, например, змеи преобладали, да, драконы в символике, то есть есть, есть все вот эти вот какая-то наследственность определенная, но это все очень сложно распутывать, вот, но это можно увидеть, это можно увидеть, это все в изображениях, в текстах можно. Переходим к следующим вопросам. Сергей, спасибо за доклад, и вопрос такой, можете ли что добавить к трактовке, которую дает Андрей Скляров в своей блестящей, блестательной книге, о связи Яхве с Эхнатоном, потому что он говорит, что вот за Эхнатоном там где-то тени маячил Яхве, то есть добавить или убавить, ну что сочтете, там какой-нибудь контрастности, резкости и прочее. Ну, прям сильно что-то добавить я не могу к тому, что уже сказал, да, Эхнатон принадлежал к лунной династии, да, то есть, да, да, он принадлежал к лунной династии и по факту он был последним ее представителем, ну там еще были после него какие-то правительные, это уже все совершенно не о том, то есть, Эхнатон должен был продолжать вот эту вот политику захвата вот этого региона строительства империи, вот, но по каким-то причинам он внешнюю политику оставил, все там растеряли, и он занят был вот этим культурными, религиозными новыми проектами, считается, что вот он монотеизм взращивал, да, поклонение единственного богу Атону, вот, и так далее, то есть, в этом плане, да, конечно, есть схожесть, да, ну, и Скляров об этом же собственно и писал, вот, но непонятно, то ли Эхнатон переборщил, то ли он что-то начал совершенно свое внедрять, да, сказать не могу, а так, все правильно он должен был продолжать начатое, вот, но не справился, следующий вопрос Сергей, спасибо за детальный доклад или лекцию, у меня на самом деле восемь вопросов, но я только один задам, я так накидал, я как раз хочу объединить вопрос по поводу свечения вокруг головы, вот, известное изображение Моисея или Мзеса, там, где он изображен с рогами, то есть, отсылка к лунному богу есть, и также есть такие смутные напоминания у кельтов и в традиции друидов о том, что есть рогатый бог, который не является тем же самым сатиром либо кем-то подобным, то есть, мы имеем какую-то интересную, такую, как вы сказали, разветвленную разведсеть, да, которая действовала, похоже, не только, потому что, вот, вы показали схему движения народов бронзового века, когда там сносились просто цивилизации, и вот, параллельно с этим, какой вопрос, я закругляюсь, обычное свечение это признак могущества и успеха, вот, почему так получалось, что Яхве, ГВГ или группа его уходила из тех мест, которые приходили в упадок, нельзя ли провести параллель с тем, что происходило при движении вот из Египта, Венеции, потом Нидерланды, Голландия, Великобритания, то есть, некая группа просто использует цивилизации и движется дальше, спасибо. Ну, тут могу только сказать, что я не знаю, я еще, это надо просто продолжать дальше, раскручивать всю эту историю, сходу я просто скажу, ну да, похоже на то, как бы, хорошее предположение, вот это все надо проверять, мы вот только-только к персам подошли, вот, там уже целый мешок признаков связи, да, какой-то наследственности определенной, вот, ну и дальше, понятно, это все расходилось, но, возможно, выжили не только, выжили еще и остатки побежденных, грубо говоря, и какую-то свою политику продвигали, вот, так что, вполне возможно, вот, но в этом надо разбираться, это надо дальше продолжать разбирать все. Есть еще вопросы? Ну, тогда мы поблагодарим Сергея. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо.